Здравствуйте, с вами я Вероника Артишевская и сегодня мы с вами поговорим о таком состоянии растений, как хлороз листьев. Хлороз это изменение окраски листьев, связанное с нарушением обменных процессов в самом растении, а в частности с образованием молекулы хлорофила. Собственно, эта молекула, этот пигмент в растении и дает нашим листьям зеленую окраску. Причиной изменения окраски листьев может быть воздействие фитопатогенной микрофлоры, например, бактерий, грибов, вирусов или повреждения вредителями, а также могут быть функциональные проблемы, то есть нарушение, связанное с питанием растений, нарушение, связанное с поглощением элементов минерального питания. Сегодня мы с вами поговорим об элементном хлорозе, то есть о хлорозе, связанном с нарушением питания растений. Бывает трудно даже специалисту определить, какого именно не хватает элемента растению, потому что признаки очень смазаны и выглядят, как правило, одинаково. То есть, как мы и говорили ранее, растения бледнеют, приобретают светло-зеленую окраску. При этом есть определенные взаимосвязи. Элементный хлороз, как правило, проявляется на молодых или на старых листьев, и он проявляется одинаково в виде характерного симметричного рисунка, в отличие от хлороза, связанных с повреждениями, вредителями или фитопатогенной микрофлоры, когда листья поражены, повреждены не одинаково. Также можно предположить, какого именно элемента не хватает растений в зависимости от типа и кислотности почвы. Например, если у вас кислая почва, как правило, дефицит растения будут испытывать магния и молибдена. В частности, обратим внимание на наши рододендроны. Рододендроны часто страдают именно от магниевого хлороза, который на начальных стадиях проявляется в виде межжилкового хлороза. То есть, по центральной жилке листья остаются зеленые, а дальше расходятся в виде светло-зеленых пятен. Также дефицит магния растения будут испытывать на легких песчаных почвах. Для того, чтобы восполнить дефицит магния, рекомендована обработка растений по листу. Для этого мы используем магний в виде сульфата магния. Примерно из расчета 25 грамм на 10 литров путем опрыскивания растений. Часто хлороз еще связывают с дефицитом азота, серы и железа. Потому что именно эти элементы участвуют в образовании молекулы хлорофила, зеленого, как мы помним, пигмента наших растений. Но дефицит железа, как правило, редко бывает на кислых почвах. А наоборот, на сильно кислых почвах железо, как правило, в избытке. И даже бывает его токсичность. При этом железоковарный элемент и при особых почвенных условиях, особенно при сильно увлажненной почве, железо может переходить в форму трехвалентного железа, который также плохо усваивается растениями. И растения будут испытывать железистый дефицит. И поэтому необходимы удобрения железа. При восполнении дефицита железа также лучше использовать фолиарную обработку, то есть опрыскивание по листу. В этом случае лучше всего подойдут препараты железа в хелатной форме. Это когда железо хелатируют специальными органическими кислотами. И они как клешнями, хела это клешня, удерживают железо и не дают ему соединиться и выпасть в нерастворимое соединение. Симптомы дефицита железа и магния очень схожи и часто на начальных стадиях проявляются в виде вот таких межжилковых хлорозов. Поэтому, чтобы не запутаться, я рекомендую использовать комплексные удобрения, в составе которых есть и магний, и железо. Например, я использую комплексное водорастворимое удобрение, в составе которых есть и железо, и магний. Итак, давайте подытожим. Лучше всего растения растут и питаются в диапазоне кислотности от 6 до 7,5 pH, как мы видим на таблице. Мы видим на таблице, что в этом диапазоне все необходимые элементы минерального питания хорошо усваиваются растениями. Как только pH сдвигается в сторону кислотности или щелочности, поглощение элементов нарушается. Например, на кислых почвах, как правило, будет дефицит магния, молибдена, кальция, фосфора. А на щелочных почвах растения будут, как правило, испытывать дефицит железа, марганца и цинка. При этом мы помним о коварности железа, который даже на слабо щелочных и нейтральных почвах может переходить в недоступную трехвалентную форму. И поэтому тоже используем этот элемент в качестве внекорневых подкормок. Я надеюсь, что данный ролик поможет вам разобраться с хлорозом на ваших растениях, и он не станет для вас проблемой. С вами была Вероника Артишевская. Мы на канале Процветок. До новых встреч!